Всем привет! Возле любого крупного города есть обязательно заброшенные сады. Какие-то дачи были, потом их бросили по каким-то причинам. Поэтому всегда можно там что-то найти. Яблоки, груши, малину, сливы. Ну, кому что нравится. Ну и вот мы с Анатолием тоже отправились. Сейчас уже август, пора заготавливать чего-нибудь. И мы отправились в основном-то яблоки поискать. Ну, в общем, что у нас тут получилось, я это дело все заснял. Но интересно же, как же без камеры ходить-то. Так что покажу вам, что мы там видели и что мы там добыли. Так что настраивайтесь смотреть. Как на вкус. Ну-ка попробуем. Да, ну, бывает и лучше, конечно. Ну, вроде как мягкие. Ну, можно. Нет, мы поищем получше. Будешь пробовать? Ну, давай попробуем. Это не такие кислые. Не такие. Ты знаешь, у меня повышенная чувствительность к кислому. Это кислые. Тут смотреть не будем, это тоже самое. Так, а вот смотри, вот еще дерево. Но это, мне кажется, это груша. Подойдем к ней. Ой, сколько их тут валяется. ну и как ты не пробовал срывали наверно были вкусны раз их рвали мягкие они раз мягкие значит портятся попробуем так ничего но брожением пахнут да они их так вот собрал они твердые ими гвозди можно заколачивать дома полежали полежали стали мягкими всего если не успел что-нибудь с них сделать то потом они начинают уже бродить тут одна вот это тут смотри не трогали вообще да это вот только с этой а вот стой там видимо другой сорт какой-то ну вот а слушай она мельче мельче они какие-то мелкие и срываются это трудно значит неспелые не просто кислые горькие не такое нам счастья не надо если с дерева слушай а вот смотри рядом яблоня красивые яблоки то вверху ну-ка пойдем посмотрим чё тут на вид то очень даже очень даже ничего так ну сейчас поищем где которая упала так малина то какая мой на малина сегодня у нас в планах не идет другой раз как-нибудь так вообще они какие-то не крупные яблочки да наверное не очень так что это такое груша груша ну-ка не знаю пока она не спела это уж очень она невкусная как говорится висит груша нельзя скушать кто это это говорит тетя груша говорит повесилась но вот яблоки крупные надо сказать крупные круп ух ты анатолий ты погляди какие крупные яблоки но они вот эти крупные они чуть-чуть полежат даже не доспевшие чуть-чуть они потом будут вкусные это не то что мелюзга всякая но это красота какая так как бы и вот этот вот это бы достать ну-ка пробуем зеленая зеленая хотя и такая крупная вот не знаю или попозже прийти так ты хочешь вот эту еще попробовать ну давай да я бы уже это ладно пойдем вишню собирать так откуси ее и выплюни так ты вишня там на ты я бы не попробуй яблоко то так ну вишня то козе понятно что она уже переспелая ну давай попробуем слушай а мягонькая какая да только коснулся она сыпется она сладкая ладно вишню наберем сначала может подникнуть вопрос куда тебе столько много вишни а ничего чем больше тем лучше у меня все детки это едят и внуки да я его потолку ну да а сок чисто с сахаром можно добавить в стакан мешал и вот такое впечатление что эти мелкие они как бы уже портятся вот эти да они уже там такие вот это как как будто земли со собрал их так ну ладно так где-то тут где-то рядом но они отвалились и сразу чуть не уронил где-то тут прямо заросли вишни ну пойдем поищем ну заросли они везде тут заросли но дело в том что ее везде уже выбрали вот но я тут находил такое место не но все равно смотри вон там усыпано да вот там вот ну вот я тут находил что она прямо ну вся 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 не тронутая была вот надо ее здесь ее и вот собирать надо и при том я видел здесь красную понимаешь красную красную и тут она такая вишневая вишня вот а то я красную находил вот ну а она как бы реже встречается нет ну ты поглянь а ну чё то есть ну чё вон бери сколько хочешь на зеленую столько не собирали на виткине было да вон сколько едят ага это вся переспевшая ладно я сейчас как найду тебе красную так тебе сразу крикну это терн терн ну наверное разновидность сливы ну он очень вкусный очень 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 ну когда спелый а сейчас он еще не спелый так что мы его трогать не будем а вот она вишня красная 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 так а свистнуть надо было что то не громко свистит а плохо не слышит она анатолий иди так вот это красная так а вот темная ха ха вот за ней темная ее уже это пощипали тут пощипали ну вот видишь красная и мягкая экзотика экзотика красная ну и как считаешь по вкусу слаще слаще она да ну значит значит собираем и она вроде как бы мягче вот мы сейчас вот это пособираем а потом пойдем мы промышлять яблоками и этими сливой сливой я тут нашел место где сливы есть будем сливу собирать вот она сладкая такая ты знаешь вкусная вот я сначала почему-то подумал что это не слива но показалось мне что это персики домой принес она говорит какие тебе персики ты че совсем это неграмотный стал это слива вот я ну ну да если бы я каждый день их собирал то я бы знал что такое персики что такое слива а тут оказывается вон как ну вот персики ну вот и все нет не с персиками я спутал а с этим с абрикосами вот с абрикосами я говорю абрикосы я говорю абрикосы нет абрикосы вот смотри я сейчас в магазине купил я ну понял абрикосы а это вот сливы они разные да разные конечно с яблоками я бы их не спутал с яблоками вот с грушей тоже ну а так вот интересно ну ладно давай дальше искать нам надо крупные яблоки найти потому как белки они они такие будут а крупные полежат они потом вкуснее становятся ну да ты смотрите неужели столько много ну почти что полный да там вон эти где я был наверху под дерево навалились самые спелые ну наверху самые спелые нет но надо сказать тут зеленых еще полно сверху на пол так что еще раз можно приехать но не больше еще раз и можно все забрать уже остатки все правда что ли цель конечно так ну я уже набрал сколько мне надо было все не буду я кан набирать хватит этого и уже наелся как говорится и обожрался хватит Анатолий куда мы попали там райское место было а здесь еще лучше вон сливы то сколько ух ты вот ну-ка пробуем пробуем ой товарищи она с пелой какая вкусная ой ух 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 уч я чёто не пойму у нас чё народ зажрался что ли что ли я думал такое счастье обоберут А буберут всё? Вон она, пожалуйста Бери, не хочу Странно А я вот смотрю Вот это дерево, а вон за ним Ещё такое же дерево Анатолий, ты на втором дереве, да? Я на первом Она тут до земли свисала А, она до земли Такое большое Ну, я, наверное, буду кан собирать Всё Однако, мы в этот раз Без яблок останемся Спелая Никто её не собирает Товарищи, ну это Преступление какое-то Видите, какое Ну, она спелая какая-то Мягкая В магазине-то покупать сколько стоит А тут вот Бери, не хочу на халяву Эльдорадо Спелая какая она, вот смотрите Так вот берёшь Раз Без всякого усилия Вот Оп И всё, и она уже Оторвана Сейчас, если шевельнуть тут Она вся на земле будет Но мы такой пак Сделать не будем О Даже ветку не пошевелил У меня уже Вон Горсть Ну, вон у меня Сколько Ещё Мешочки Хватит Как говорится Жадность Фрая разгубит Анатолий тоже Набрал столько же И всё Мы отсюда Уходим Так Яблок Мы набрали Нам больше не надо Когда человек Хорошо поел Продукты свои Внутрь Набил А потом Этих слив Нажрался А сливы Они слабят И всё Пронесло И всё Зря Продукты Испортил Вот, наверное, поэтому Никакого внимания к сливам нету Ну, благодать какая А зря ты это руки моешь Только руки, когда грязные Микроб от грязи дохнет Вот поэтому Всё правильно Не надо мыть руки У меня внук Баба ему говорит Иди зубы чисти Умывайся Ты чё, баба Разве ты не знаешь Я никогда не умываюсь Что-то как-то ты неправильно делаешь Так вот Надо так, чтобы видеть себя А тут как-то и видеть Вот так вот смотришь Нажимаешь А ну да Получилось Ну ладно Так, пять минут до Отхода Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...